Десятник Хазарской гвардии Худайберды стоял на крепостной стене. Несмотря на теплый халат, одетый поверх кольчуги и войлочный подшлемник, ему было холодно. Зима, северные степи, ветер. Да, это не родной его хорезм, оставленный два года назад. Но он не мог, не имел права уйти. От нечего делать Худайберды начал выцарапывать на стене «Я не сплю на посту». Конечно, на своем родном агузском языке. Новый для себя алфавит – арабский. Он только начинал осваивать по аятам Корана. Здравствуйте! Этот цикл «Ислам-Россия. 14 веков вместе». Он посвящен непростой и порой трагичной, но нашей общей истории. Его герои – выдающиеся личности, оказавшие влияние не только на своих единоверцев, но и на всю страну в целом. Сегодня речь пойдет о загадочной стране, память о которой увековечена в пушкинских строках. Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. А еще многие слышали различные конспирологические теории об иудаизме в Хазаре. Что же там происходило на самом деле? И какую роль реально сыграло это могучее тюркское государство в истории ислама в России? Худайберды писал рунами. Тем более, что и меловая стена крепости отнюдь не располагала к замысловатому плетению арабской вязи. Потом его смеют булгарские воины или природные хазары. И они все смогут прочитать привычную руническую надпись. Хотя некоторые из них тоже приняли ислам, но не умеют ни читать, ни писать по-арабски. А рунику понимают многие, даже аланы с мадьярами. Так рассуждал, стоя в карауле на стене Хазарской крепости, представитель группы, называемой Аль-Арсия, составившей харизмийскую гвардию Хазарского Кагана. Время действия – IX век. Место – северные степи Восточной Европы. По Волжье, Дон, Крым, Северное Причерноморье. Простые воины, стоя в карауле, оставляли на стенах надписи, в то время как в Западной Европе умение читать и писать в основном было тогда уделом монахов и священников. Именно в это время, со второй половины восьмого – начала IX века, начинается распространение ислама в Хазарском Каганате – великом государстве, объединившем значительную часть Восточной Европы и просуществовавшем свыше трех сотен лет. Когда говорят о Хазаре, то обычная ассоциация Хазары равно Иудеи. Однако археологические раскопки говорят об обратном. В хазарских городах, по крайней мере, с VIII века, кто только не жил, были города с доминированием христиан, например, в Крыму или Предкавказье, а были с преобладанием мусульманского населения. И к ним относилась сама столица – Итиль. Она была расположена где-то в низовьях Волги. Цепочка подобных городов протягивалась на запад, намного дальше Устья Дона. По крайней мере, известно Сидоровское городище в Донецкой области, где весь поздний некрополь – мусульманский. А что касается средневековых путешественников, то они рассказывали о том, что в хазарских городах судят по мусульманским, иудейским, христианским и языческим законам. В долгое время основой мусульманской общины были Аль-Арсия или Ларисия – хризмийские воины, как и худайберды, приглашенные каганам и составившие основу профессиональной армии. Сами принявшие ислам сравнительно недавно, они распространяли свою религию среди родственных хазар, булгар и почти таких же родственников Сармат-Алан. Если говорить о лингвистике, то это был ираноязычный народ. Но иранская компонента в то время была сильна и среди хазар, и булгар, и хризмийских аурсах – Аль-Арсия. Но не воинами едиными в хазаре были и другие мусульмане – купцы и ремесленники. Среди стран, с которыми торговала степная держава, значились арабский халифат, Византия, Кавказская Алания, христианский и дагестанский Сарир, государства и племена Европы. Причем как северный, так и южный, например, итальянские торговые республики Генуя и Венеция. Почему же халифат был так важен для хазарии? Все дело в том, что хазары не чеканили своих денег, они пользовались арабской монетой. Поэтому клады из арабского серебра находят по всему бассейну Волги, Аки, Дона и Днепра. Причем торговля на суше с арабским халифатом велась через Дербент с провинциями в Закавказье. Морской же путь проходил через Каспий, который в некоторых языках до сих пор называют Хазарским морем. А караванный вел в Среднюю Азию, в том числе к Самонидам. Ввозилось очень много, от монеты и тканей до оружия и бумаги. Вместе с товарами шли идеи и образ жизни. Обратно в халифат, как и в Византию, уходили меха, рыбы, рыбий клей, продукты пчеловодства. Кроме того, хазария контролировала два важных речных пути – Волжский и Днепровский. Помимо всего прочего, хазария славилась и как огромнейший торговый хаб. Сейчас подробнее об этом нам расскажет наш постоянный эксперт Ахмат Макаров. Ахмат, что вы нам приготовили сегодня? Ну, что поставляла хазария на мировые рынки? Понятно? Это же солицы на Волге. Так. Естественно, рыба. Естественно, рыбий клей. А рыбий клей в то время – это очень важный продукт, потому что, хотя бы для продавца тех же стрел и так далее, но он везде практически шел, да, этот самый. Ну, рыбий клей, в некий цели очень интересно, что его из осетров делали. Главное, на что осетры шли, да. Вот. Рыба сама по себе сушеная, да. Рыбий клей. Меха. Меха, потому что меха как раз в это время входит в моду. И меха выменивались на серебро, на то самое вот арабское серебро, на ту самую арабскую монету. Почему вот эти клады, огромные эти клады по оке, допустим, да, у народов, которые сами все монету не использовали, но они ее любили, да. Откуда потом, более поздний период, там, на Аби, там эти, вот. Это вот, значит, все это. Ну, и так же там прочие товары, там, там. Тоже транзит, там, янтаря, значит, ну, работорговля, ну, все, в общем, это самое. Все это, там, пшеница, все, 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 все вместе. Вот это вот все поставлялось. Это с одной стороны. Так. Обратно, обратно. Ну, вот, допустим, вот из халифата, вот бумага. Мы знаем о том, что аббасидский халифат, с самого начала, как через год после того, как он стал аббасидским, как там попали, в результате битвы между условно-арабской армией и условно-китайской армией в Кыргызстане, как попали в плен мастера по изготовлению бумаги. Вот через несколько лет мастерские по всему халифату распространились. Вот откуда. И потеснили китайцев, как монополистов на этом рынке. Ну, все, они перестали быть монополистами. Вот. Бумага вещь замечательная. Она дешевле, чем пергамент. Она долговечная, она живучая. Все, то есть ее можно делать везде. Почти из чего угодно. Собственно говоря, это и делали. То есть бумага уже на территории России оказалась задолго до Ивана Федоровна. Ну, нет, бумага, конечно, естественно. Ну, она и в Золотой Орде, и в Хазаре. Ну, Хазар еще из халифата. В Золотой Орде уже сами начали делать бумагу. Все, то есть уже пошло. Ну, потом на бумаге легко писать. Не то, что там на камнях. Я понимаю, что на камнях там Маяцкого городища, там написали, там, типа, здесь был Бугай, а кто-то там был здесь, там, да, и так далее, да. Вот. Ну, это камни, на них не поцарапаешь. А бумага, они писать удобнее. Ну, да. Да, грамотных было много, но уже надо больше писать на чем-то. Спасибо вам большое, Ахмат. Пожалуйста. Археологи убеждены, культура хазарских городов испытывала значительное влияние халифата. Естественно, что носителями этих традиций были люди, купцы и ремесленники. Они селились в основном в городах, где нередко составляли отдельные махали, как это было повсеместно распространено в то время. Часть из них жила в Нижнем Поволжье и на Дону, а часть переселилась севернее, в Среднее Поволжье, куда постепенно перемещались и булгарские племена. Несмотря на то, что сам Каган и часть его окружения на определенном этапе стали иудеями, последователи ислама играли важную роль в этом государстве, одной из ведущих держав своего времени. Например, когда разбойники русы совершали набеги на южное побережье Каспия в 1913 году, мусульманская гвардия Кагана разгромила их на обратном пути. В ее составе, помимо прочих, были дети и внуки таких интегрировавшихся в хазарское общество воинов, как Худайберды. Тех же налетчиков, кто все же смог уйти, добили волжские булгары. Не составляя большинства в Хазарии, мусульмане могли влиять на ее экономику и политику. Самым значительным местом распространения ислама оказалась Волжская Булгария. Ее население и правители решили выйти из подчинения хазарского Кагана. Причиной этого была не столько разница в религии, сколько принадлежность правителей к разным династиям – Дуло и Ашина, издавна отличавшихся взаимной неприязнью. Волжская Булгария отделилась от Хазарии в 922 году, официально приняв посольство багдадского халифа и заключив с ним договор. Но даже после потери Булгарии, Хазария продолжала свое существование в качестве иудейско-мусульманско-христианско-языческого конгломерата. И лишь в 965 году она пала под совместными ударами кочевников Гузов и киевского князя Святослава. Наследником ее традиций в известной степени стала Булгария, а многие жители бежали в другие страны. Хазария стала первым в истории России автохтонным государством со значительным мусульманским населением. И уже этим она важна для нас. Позже многие народы, входившие в ее состав, образовали свои государства. Волжскую Булгарию, несколько дагестанских владений, даже при монголах Золотой Орде имелся улуз под названием Хазар, находившийся на Нижней Волге. Но это уже другая история. Это был проект «Ислам и Россия. 14 веков вместе». Впереди еще немало тайны, неизвестных подробностей, истории нашей страны и ее мусульманских народов. Мы расскажем о трудном пути от Руси к России, то, чего еще никто не рассказывал. Смотрите канал Алиф, не забывайте подписываться и ставить лайки. И самое главное, оставляйте комментарии под видео. Ваше мнение очень важно для нас. Субтитры создавал DimaTorzok